Всем привет! Если я спрошу вас, кто такой Лев Толстой, нетрудно догадаться, что вы мне ответите. Но вряд ли вы знаете, что Толстой связан с кино. И даже успел в нем сняться. Ну, точнее, его сняли. Ну, то есть, в хронике. Короче, давайте по порядку. Я Катя, это Кинобайки, и сегодня мы вам расскажем об исторических личностях в кинематографе. Выпуск будет большой и интересный, так что заваривайте чаек, берите пледы и печеньки. И начнем с Ольва Толстого. Впервые писатель попал в кино в 1908 году, когда пионер кино Александр Дранков приехал в Ясную Поляну, чтобы снять несколько кадров живого классика. Никакой культурной филантропии и заботы об искусстве. Просто за Толстого готовы были заплатить хорошие деньги. Разумеется, писатель попросил его удалиться, но Дранков был тот еще папарацци. Он засел в засаду с камерой в туалете и через прорезь двери снял кадры реального льва Толстого, гулящего по саду. И теперь у нас есть кадры живого классика. После писатель очень заинтересовался технической новинкой и стал относиться к ней лучше. И снимался уже охотнее, в туалете прятаться не приходилось и сам в Ясной Поляне стал показывать жителям кадра Грузии и Индии. Так Толстой просвещал людей, показывал им места, где они никогда не побывают. Но вот прижизненная экранизация, короткометражка по пьесе «Власть тьмы» ему не понравилась. Может, ему не хватило звука, а может быть, он уже тогда все понял про то, что книга лучше. Но вообще при жизни Толстого в фильме по его произведениям снимали в основном за границей. А вот буквально через пару лет после Льва Толстого в кино снялся еще один литератор. Только на этот раз уже не в документалке, а в художественном фильме. Владимир Маяковский в 1914 году попробовал себя в качестве актера в короткометражке «Драма в кабаре футуристов номер 13». Он сыграл то ли демона, то ли саму смерть, но кино не так просто найти, так что вам просто придется поверить нам на слово. В 1918 году Маяковский поработал уже и актером, и сценаристом. В фильме «Не для денег. Родившийся» он снялся в главной роли, но фильм тоже не сохранился, так что... А вот настоящим успехом для Маяковского актера стала драма «Барышня и хулиган», вышедшая в том же 1918 году. При том, что он не был профессиональным актером, харизма и специфическая внешность выделяли его на фоне других артистов тех лет. И вот это кино уже сохранилось, так что 45 минут Маяковского актера посмотреть-таки можно. В том же году Маяковский написал еще один сценарий, но на этот раз не для себя, а для... Догадайтесь, для кого. Если вы в курсе его личной жизни, тогда это будет нетрудно. Кинолента, закованная фильмой, где Лиля Брик снялась в главной роли балерины. И еще один творец, о кинокарьере которого вы не знали. Сальвадор Дали. Не только художник, но еще и сценарист, и актер. В начале творческой карьеры, развивая концепцию сюрреализма, Дали стал савтором первых двух фильмов режиссера Луиса Бунуэля. Андалусский пес и Золотой век очень нетипичные фильмы для 30-х. Ведь они содержат все, что понравится и современному зрителю. Провокации, насилие, богохульство и сцену вырезания глаза лезвия. Смотреть этот фильм можно только очень хорошо подготовленным. Там трешня. Еще одна легенда кино, с которой сотрудничал Дали, — Уолт Дисней. Художник и мультипликатор трудились вместе над короткометражкой «Судьба». Однако конфликты были неизбежны, и они часто спорили. Дело было в том, что Дали просил слишком много денег за свою работу. Но Дисней жлобился, и производство затянулось на 60 лет. Из-за финансовых, ну и не только проблем, 7-минутный мультик вышел уже спустя долгое время после смерти обоих, в 2003 году. Ну и тут давайте сменим вектор. Писатели были, поэты были, художники были. Берем певцов. Все мы знаем Эллиса Пресли как короля рок-н-ролла и покорителя женских сердец. Но помимо огромного количества музыкальных хитов, у него еще и внушительная фильмография. В общей сложности около 30 фильмов. Дебютным фильмом для Пресли стал «Люби меня нежно» 1956 года. Эллис не хотел быть якорем фильма и портить все непрофессиональной игрой, а потому выучил все реплики каждого актера. При том, что он играл роль второго плана и просто исполнил 4 песни. Но именно из-за него в кинотеатр и шли миллионы зрителей. Зрительниц, прежде всего. Многие отметили его успех как актера, хотя, ну, не все ему давалось легко. Его лучшим фильмом называют «Кинг Криол» 58-го. И интересно, что изначально это была не его роль. Сыграть в фильме должен был Джеймс Дин, еще одна ярчайшая звезда эпохи. Но Дин скончался в 24 года и роль ушла Эллису. Вообще в 50-х было популярно звать в кино музыкантов. Но и не только в 50-х. Короче, еще одна известная музыкальная фигура, светившаяся в кино – Фрэнк Синатра. Около 60 фильмов. В своем первом фильме он снялся еще во время Второй мировой войны – в 43-м. За роль он получил всего полторы тысячи долларов. Но потом дела пошли в гору, и уже через 6 лет он получал больше 100 тысяч. А 10 лет спустя в 53-м Синатра получил Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Отныне и во веки веков». В общем, Фрэнк был талантлив во всем. И свою роль он получил исключительно сам, забомбив режиссера письмами. А главный фильм в карьере Синатра, пожалуй, все-таки «Одиннадцать друзей Оушена». В ней он играет со всей крысиной стаей. Дином Мартином, Сэмми Дэвидсом-младшим и другими. Фильм зашел на ура, стал классикой и удостоился не менее культового, а возможно, даже и лучшего ремейка с Джорджем Клуни. Ну и хватит известных личностей из культуры. Исторические личности бывают еще из политики. А когда вы слышите «политика и кино вместе», то о ком вы вспоминаете в первую очередь? Нет, не о Трампе и его камео, а о другом президенте США, Рональде Рейгане. В 37-м году 26-летний Рейган без опыта работы в кино заявился в Голливуд и сходу подписал контракт с компанией Warner Brothers. Через 4 месяца вышел его первый фильм. Ну, прежде всего потому, что он был красавчик. Позже он играл очень яркие роли вроде Джорджа Джипа в «Канутировне настоящего американца» и роли отъявленных злодеев как в «Убийце». За 27 лет Рейган снялся где-то в 60-ти фильмах. И хотя большинство из них российской публике ничего не говорят, в США он был на волне успеха. Тогда он баллотировался в губернаторы Калифорнии, победил. И 14 лет спустя, в 81-м, уже стал штурмовать пост президента. И взял его. Вот что кино животворящее делает. Главное, что ему дало кино, это узнаваемость и умение говорить нужные вещи с нужным выражением лица. А что может быть лучше для политика? Правление было спорным, запомнилось парой глупостей на уровне кукурузы Хрущева. Но были и положительные вещи, вроде речи у Берлинской стены, вскоре после которой стена пала. А, ну и еще. Одни португальские родители, бывшие его фанатами, дали сыну его имя. А сын возьми, да и стань известной личностью. Еще один политик, тесно взаимодействовавший с кино, Йозеф Геббельс, министр пропаганды Германии. Он хорошо понимал, насколько сильным методом пропаганды является кино. А потому и сделал в первом русском кинокомиксе злодеем Алексея Навального. Я готов спасти свою страну. А вы? А, нет, это не он. Но стилистику он бы одобрил. Геббельс промывал людям мозги и через кино. А потому все фильмы того времени в Германии были либо антисемитскими, либо идиотски развлекательными. Либо комбинировались. Нет, были, конечно, и интересные вещи, вроде Олимпии, Ленни, Рефенштайль. Фильмы пропаганды к Олимпиаде, в которой были впервые показаны плюс-минус все современные технические фишки съемок. Но гораздо интереснее то, как Геббельс взаимодействовал с кино еще до того, как стал министром. В 1930 году в Германии проходила премьера фильма Льюиса Майлстоуна «На западном фронте без перемен». Экранизация романа Эриха Марии Ремарка, которого немецкие власти тоже выдавят из страны, как раз за взгляды, высказанные в его книгах. Западный фронт, фильм и роман строго антивоенный. А в момент нарастания гитлеровской ненавистнической истерии это было совершенно невыгодно. Поэтому на премьеру фильма в 1930 году, пожалуй, простой партийный функционер Геббельс. Но смотреть фильм он не собирался. Он взял с собой бомбу вонючки и живых мышей. Все это добро он щедро направил на зрителей, и в итоге премьера была сорвана. Здесь мог бы быть плавный переход, но его нет. Знали ли вы, что Иосиф Исарионович Сталин был продюсером и сценаристом? Да, он очень любил кино. В каждой его резиденции был кинозал, где он просматривал фильмы. И не всегда ради развлечения. Как настоящий тоталитарист, Сталин контролировал производство фильма от момента замысла до готового продукта. Известно, что он даже вносил правки в готовые тексты. Например, в 1940 году после прочтения сценария фильма «Суворов» Сталин написал авторам Доллеру и Пудовкину, что в тексте не раскрыт особенности военной политики и тактики Суворова. Сталин смотрел отснятые эпизоды кино, потом полностью снятый фильм, иногда по несколько раз, чтобы принять окончательное решение, выпускать ленту или нет. А его пожелания нужно было выполнять достаточно быстро и желательно молча. Конечно, кинематографисты, как люди искусства, имели свое видение фильма, иногда забивая на мнение генерального секретаря. Поэтому во время репрессий жертвами террора стали более ста советских режиссеров. Итого у нас осталось всего лишь 46 исторических личностей, имевших отношение к кино. Итак, поехали! Кать, у нас, в общем, еще два месяца назад закончился чай, три месяца назад закончились печеньки, а Вован закончился еще на Толстом. Я предлагаю сдвинуть вот этот список когда-нибудь на потом. Ну ладно, давай тогда скажу ребятам, чтобы они ставили лайки, подписывались на наш канал. Не надо, не надо ничего говорить, не ставьте лайки, не подписывайтесь, мы старались, оно того не стоит, серьезно. Не надо. Ну это... Хватит, хватит, всё-всё-всё-всё-всё-всё... Продолжение следует...